Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Sklades, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим сенсорное стекло на iPad Air. Для начала необходимо нагреть само стекло. Разогревайте его равномерно. Чем равномернее вы нагреете, тем будет легче снять само стекло. Все, разогрели. Теперь нам необходимо его снять. Для этого берем металлический медиатор, либо лопатку. Аккуратно поддеваете само стекло. И отклеиваете его. Глубоко лопатку не запихивайте, чтобы не повредить дисплей и шлифа. Вот как мы показываем вам на видео. Все, отклеили. У нас стекло отходит легче, так как мы нагревали сенсорное стекло не феном, а на специальном аппарате. Теперь необходимо открутить 4 винтика. Это 4 винтика держит дисплей. Открутили. Теперь необходимо его аккуратно снять. Теперь нам необходимо открутить 3 винтика металлической защиты. Под этой металлической защитой находится шлейф дисплея и шлейф сенсора, а также шлейф кнопки HOME. Их также необходимо отсоединить от печатной платы. Дисплей отсоединили. Убираем его в сторону, чтобы не мешался. Отсоединяем стекло и кнопку HOME. Кнопку HOME отсоединяйте аккуратно, так как мы будем устанавливать повторно на новое стекло. Теперь отсоединяем саму кнопку HOME. Все сняли, она легко снимается и корпусную кнопку. Тут ничего сложного нет. Теперь нам необходимо зачистить поверхность от старого скотча. Мы вам показываем, как защищается поверхность. Все, теперь нам необходимо установить двусторонний скотч. Этот скотч будет держать новое сенсорное стекло. Этот двусторонний скотч как раз предназначен для использования в домашних условиях его. Мы все-таки рекомендуем использовать специальный клей-гель. Но, чтобы его использовать, нужен специальный аппарат, после чего аппарат опрессовывается. Но двусторонний скотч 3M, именно покупайте скотч 3M, не какой-то другой. Он, как бы, хороший. То есть на него, в домашних условиях, можно устанавливать сенсорное стекло. И оно не отойдет. Ну, если вы нормально все установите, оно не отойдет. Вот мы вам показываем, как устанавливать скотч. Он стоит дешево. Так что это будет не накладно. Скотч вы можете убедиться у нас в разных размерах. Вы можете использовать один скотч, так как они продаются по 50 метров. Они стоят дешево, чтобы не покупать вам там 3 разных скотча. Купите один. Просто в два слоя сделайте. Вот далее необходимо вырезать под камеру фронтальную. Смотрите на видео, где как нужно вырезать скотч. Еще раз повторюсь, что данная замена стекла мы вам показываем в домашних, как делать условиях. В серых центрах в основном делают не так. То есть в серых центрах опрессовывают стекло, чтобы стекло в дальнейшем не отклеивалось. Но на скотч 3M, если вы все сделаете правильно, он у вас тоже не отклеится. Так как сервис-центры в основном дают гарантию. Для этого нам, допустим, в сервис-центре проще опрессовать аппарат, чтобы клиент повторно не пришел по гарантии. Так, мы установили скотч. Теперь необходимо установить новое сенсорное стекло в аппарат. Устанавливаем кнопку Home и устанавливаем шлейф кнопки Home. Он устанавливается легко. Тут никаких сложностей у вас не возникнет. Поэтому устанавливаем старую кнопку Home. Т.е. новый покупать не надо. Теперь нам необходимо подсоединить новое сенсорное стекло к печатной плате. И кнопку Home подсоединяем. Тут тоже сложностей никаких не возникнет у вас. Все делается довольно-таки просто. Подсоединяем дисплей теперь. Он тоже легко подсоединяется. Он довольно-таки крепкий. И шлейф надежный и толстый. Теперь устанавливаем металлическую защиту. И прикручиваем ее. Она прикручивается на три винта. Теперь нам необходимо прикрутить дисплейный модуль. Так, установили его ровно. Теперь прикручиваем дисплейный модуль. Он прикручивается на четыре винтика. Все прикрутили. Теперь удаляем бумагу со скотча. Делайте это аккуратно. Чтобы у вас не попадала пыль на дисплей. У нас в сервисе стерильные условия. У нас пыль не попадает. Так что, когда вы будете дома устанавливать стекло, возьмите какую-нибудь тряпочку, чтобы потом протереть дисплей. Снимаем пленку. Не забудьте снять обязательно пленку с внутренней стороны стекла. Сняли. И закрываем стекло. Перед установкой стекла убедитесь, что у вас не замяты углы корпуса. Если они у вас замяты, у вас стекло не встанет в дисплей. То есть, вам необходимо будет еще выпрямить углы. Чтобы они были ровные. И когда будете выпрямлять углы на корпусе, если они у вас повреждены, часто бывает, что замяты углы. Смотрите, чтобы не оставались щелей. А если у вас они останутся, у вас будет попадать туда пыль. И будет довольно-таки некомфортно пользоваться аппаратом. В дальнейших видео мы вам покажем, как выпрямлять геометрию корпуса на аппаратах. Мы вам показали, как заменить сенсорное стекло на iPad Air. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. А также подписывайтесь на канал. Всем пока.